По информации специалистов Дальневосточного УГМС, в связи с выходом тайфуна Хинам-Нор, 6-7 сентября в большинстве районов Хабаровского края, а 8 сентября в северных районах, ожидаются сильные дожди до 20-40 мм за 12 часов, местами очень сильные – более 50 мм за 12 часов. По долинам рек усиление ветра может достигать 15-20 м в секунду, местами порывы до 25-30 м в на побережье до 30-35 м. Опасные метеоусловия могут привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Нарушением в подаче электроэнергии возможны аварийные ситуации на электрических сетях, связанные с перехлёстом проводов и отключением источников энергоснабжения. Также могут возникнуть трудности в работе всех видов транспорта. При выпадении обильных осадков может происходить разлив малых рек, повышение уровней воды с подтоплением пониженных участков местности, поймы, участков дорог, низководных мостов. Также при неисправности или замусоренности ливневых стоков и дренажных систем возможны кратковременные подтопления дорожного полотна, дворовых территорий, низинных участков местности в населённых пунктах. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закреплённых широкоформатных и ветких конструкций кровель на зданиях падения деревьев. Напоминаем жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды. При грозе и сильном ветре постарайтесь максимально ограничить выход из зданий, по возможности находитесь в помещениях. На время грозы специалисты рекомендуют отключить телевизор и другие электроприборы, не пользоваться мобильным телефоном, убрать незакреплённые вещи с балконов и лоджии, не оставляйте без присмотра детей. Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть в зоне регулируемых и нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов с соблюдением правил дорожного движения. При переходе дороги необходимо убедиться в своей безопасности. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Владельцам частных домов и подворьей, особенно расположенных в низинных участках местности, вдоль русел рек следует подготовить и расчистить ливневые канализации, водостоки от мусора и растительности для увеличения пропускной способности и предотвращения скопления воды. Поднять на возвышенности или верхние этажи ценные имущества и вещи, подготовить имеющееся насосное оборудование для оперативной откачки воды из подвальных помещений и погребов. Обращаем внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима и строгое соблюдение правил дорожного движения при ухудшении погоды. Особенно опасны резкие манёвры на загородных автомобильных дорогах при необдуманных выездах на полосу встречного движения. При проезде опасных участков дороги водителям необходимо помнить о дистанции и боковом интервале между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратней при совершении манёвров на дороге. Вблизи пешеходных переходов и мест массового пребывания людей водителям необходимо быть предельно внимательными. В процессе движения на автомобиле обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Водителям не рекомендуется оставлять автотранспорт под деревьями рядом с рекламными щитами и ветхими строениями. На время прохождения грозового фронта постарайтесь минимизировать время использования автотранспорта. На время непогоды рекомендуется воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов. Рыбакам и охотникам, отдыхающим, не стоит выходить в лес и на водные объекты. Туристическим группам следует воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населённых пунктах до окончания действия тайфуна. Помните, правильные и грамотные действия помогут вам сохранить жизнь, здоровье и имущество. В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефонам 101 или 112.